Гастрольный тур Государственного концертного оркестра Якутии прошел в двух регионах Дальневосточного федерального округа. Артисты выступили в Тынде, Благовещенске, Циолковском, а завершился тур в Хабаровске совместным проектом с Оркестром народных инструментов Хабаровской краевой филармонии. Рассказывает наш СОПКОР Стас Михайлов. 25-летний юбилей отмечает в этом году Государственный концертный оркестр Якутии, основанный в 1991 году в городе Алдан. В 1995 году оркестру присвоен статус государственного. Коллектив неоднократно выступал на зарубежных площадках и ведет постоянную концертно-просветительскую деятельность на территории Радневосточного федерального округа. В этот раз юбилейное турне было организовано сразу по двум субъектам. Особенность этого турне, что в каждом городе мы привлекаем своих друзей и партнеров для участия в нашем концерте. Например, в Тынде были учащиеся музыкальные школы, которые не раз приезжали к нам на фестивали и конкурсы в Алдан. В Благовещенске это была замечательная хорвайка, пела возрождение, ее руководительца Елена Беляева пела соло с нашим оркестром. Но сегодня Хабаровчан ждет что-то новенькое, интересное. Впервые в истории состоится совместный проект, на сцене будут выступать два оркестра. В этой гастрольной поездке коллектив сделал ставку на разнообразие жанров. Концертные выступления начинались с классики, которая сменялась современной и популярной музыкой. Хабаровский оркестр народных инструментов уже знаком с коллегами из Якутии. Тем более солист Якутского оркестра, заслуженный артист республики Саха-Якутия Дмитрий Швецов, сам родом из Хабаровска и неоднократно выступал с хабаровчанами на одной сцене. Приехал домой выступать, повидать родные края, родную филармонию. Здесь прошло много прекрасных моментов моей молодости, моей жизни. Волнительно, трогательно, ностальгия небольшая возникает. Зрители приняли совместный концерт на ура, аплодисменты в зале еще долго не смолкали. А что может быть лучшим поздравлением для артиста? Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.